Если сейчас вы красивы, знамениты и богаты, то это вовсе не значит, что так будет всегда. Даже тот, кто взобрался на вершину жизни, в какой-то момент может оказаться на самом дне. История Лони Уиллисон лишний раз подтверждает эту истину. Героиня этой истории – блистательная блондинка с роскошной фигурой, ещё не так давно покорявшая сердца всех мужчин, которых встречала на своём пути. Лони Уиллисон была звездой светских вечеринок 2010-х годов, успешной моделью, в том числе рекламирующей соблазнительные купальники. Она неизменно прекрасно смотрелась в роскошных вечерних платьях и обтягивающей форме для занятия фитнесом. Роковым событием для красавицы стала встреча с будущим мужем. Лони начала встречаться, а затем стала законной супругой звезды известного сериала «Спасателей Малибу» Джереми Джексоном. Пара поженилась в 2012 году на курорте Влагона Бич в Калифорнии. Молодые люди казались по-настоящему счастливыми, они вместе посещали красные дорожки и другие светские мероприятия. Но за глянцевой картинкой скрывалась совершенно другая жизнь. Оказалось, что супруги часто скандалили, муж даже избивал жену. По словам Лони, Джереми оставлял раны и царапины на её теле, Джереми пытался задушить девушку, даже сломал два ребра. Американка предоставила запись одной из ссор с журналистом. На плёнке слышны страшные крики несчастной женщины, от которых просто стынет кровь в жилах. А затем Лони рассказала о том, что предшествовало этой ссоре. Её муж прислал ей песню в стиле рэп, в которой написал, что хочет убить свою жену. К счастью, этот нездоровый брак закончился в 2014 году, однако Джереми не оставлял Лони и после этого. Мужчина нанёс ножевое ранение девушке, за что ему даже пришлось отбывать арест в 2017 году. После развода с мужем Лони пропала со светских тусовок, она перестала показываться на публике. Никто ничего не знал об Уиллисон. Пока в 2016 году в интернете не появились невероятные фото девушки. На них коротко остриженная американка выглядит просто ужасно. На ней грязная одежда, на измождённом лице не грамма косметики. Лони настолько отличается от той красавицы, которая рекламировала купальники, что просто с трудом верится, что это один человек. Она стала настоящей тенью самой себя. Мы видим неухоженную девушку, которая явно нуждается в помощи. А затем начали появляться шокирующие подробности жизни Лони. Оказалось, что девушка очень тяжело пережила развод. Настолько, что не могла нормально функционировать, находилась в депрессии. У девушки начались панические атаки, нервные срывы. Она потеряла прибыльную работу ассистентки пластического хирурга, а затем просто оказалась на улице. Когда у Лони спросили, что привело её к такой жизни, она обвинила во всём своего бывшего мужа. Похоже, именно развод с Джереми привёл к ухудшению психологического состояния девушки. Есть предположение, что Лони сидит на жёстких наркотиках, что и стало причиной такого быстрого падения бывшей модели на социальное дно. Итогом стала жизнь на улице со всеми вытекающими из этого последствиями. Лони не следит за собой, плохо питается. Девушку даже видели копошащейся в мусорных баках. Сама Лони говорит, я получаю деньги здесь и там, а в закромах и возле магазинов есть еда. У 40-летней девушки нет мобильных телефонов, она спит в ночлежках. При этом девушка не хочет обращаться в социальные службы за помощью. Мало того, она считает, что в её образе жизни есть не только плохое, но и хорошее. Словно Лони смирилась со своим положением или просто разочаровалась в жизни и не верит в то, что кто-то сможет ей помочь. При этом есть люди, которые пытались поддержать бывшую модель. Так Ларри Маринелли, владелец вытрезвителя и специалист по реабилитации наркозависимых, предложил Лони бесплатно пройти лечение в его учреждении. Однако девушка сбежала из заведения спустя всего сутки. Лони считает, что с ней всё будет в порядке, она не хочет принимать ничью помощь, хотя очевидно, что та в ней остро нуждается. Также девушка утверждает, что она постоянно подвергается воздействию электричества и её ежедневно бьёт током. В общем, у человека серьёзные психологические проблемы. Информации о том, что с ней происходит на начало 2024 года, мне найти не удалось, но надеюсь, ей удастся взять себя в руки и найдутся люди, которые помогут ей в этом. Жизнь человека может круто измениться, причём как в худшую, так и в лучшую сторону. Часто неудачники в школе становятся успешными бизнесменами, а красивые и популярные когда-то девушки остаются ни с чем в зрелом возрасте. Но эта история по-настоящему шокирует тем, в каком плачевном положении может оказаться некогда известный и вполне счастливый человек, у которого, по мнению многих, было всё. На этом всё друзья, делитесь видео, пишите комментарии и ставьте лайки. До скорого!